Пойдем туда, где туман, где ничего не видно Первым делом мы сейчас посетим пещеру, как и планировалось. Главная цель сегодня это пещера Иограф. Посещение древнего христианского православного храма. Какая здесь тишина. Просто исключительная тишина. Со всех сторон капает на голову. А почему капает? Потому что на плато еще лежит снег. Это все по трещинам в скалах просачивается и скапывает. Так, ну лишний раз напоминаю, поскольку частенько спрашивают, можно ходить туда, нельзя ходить туда. Вот Иограф, пещера Иограф. Это на сегодняшний день действующая церковь. То есть она освячена. То есть не в том плане, как вы можете в городе прийти в храм. Там где-то там какие-то скамейки, где-то какие-то... То есть церковные атрибуты. Это храм древний, пещерный. Поэтому таких условий здесь, конечно, нет. Вас не встретит здесь батюшка. Но, тем не менее, храм на сегодняшний день действующий. Единственное, что он находится на территории Ялтинского горно-лесного заповедника. Поэтому нужно оформить пропуск. Никаких сложностей в этом нет. Все. Чудеса техники сейчас. Заполнили анкету. Через две минуты вам пришло подтверждение о разрешении посещения маршрута Хребет Иограф. Пещера Иограф. Вернее, температура та же. Ощущения просто другие. О, солнце. Неужели? В общем, здесь довольно-таки скользко. Грязно. Снег растаял. Все это подплыло. Я вот сейчас подскользнулся. Довольно-таки серьезно. И довольно-таки серьезно травмировал ноги. Правило, которое нужно запомнить на всю жизнь. Ходить по участкам, где неустойчивые камни, скользко, грязно. Нужно ходить короткими шагами. Вот и смотреть под ноги. Ну, короче, ладно. Поумничал. Вот где-то в этих скалах и запрятана пещера. То есть мы уже возле нее. На такой высоте все-таки крокусы повылазили, потому что было видно солнышко. Там, где его не было, внизу они были закрыты. Все-таки туман снизу из-за плотности казался больше, потому что это в объеме так. А когда вы находите в самом облаке, здесь он не настолько насыщенный. В пещере находится древний храм. По одним источникам это 8 век. По другим это уже после завоевания турками Крыма храм 13 века. Но как бы там ни было, место действительно с такой намоленной атмосферой. Многие говорят слово намоленное, не понимая, что такое намоленное. Вот. Трактуют его неверно. Там действительно ощущается вот эта вот святость, вот это вот присутствие Божье в этом месте. Вот. Ну и сосульки. Кто-то меня спрашивал, как там сейчас в пещерах снега в принципе. Мы сейчас начинаем с плато, правда, натягивать туман. Вот. Снега очень мало в горах осталось. Но так или иначе, я думаю, что мы застанем вот это вот такое разнообразие, которое видят единицы, чтобы попасть в пещеру. Во-первых, путь не близкий, не легкий. Вот. И, ну, есть они там или нет, мы сегодня узнаем. Понятно, иду рот, разынув на скалы, прошел в первую пещеру. В нее мы сегодня заходить не будем. Вот вход в первую пещеру, где, по легенде, жил монах. Мы же идем в пещерный храм, в пещеру другую, которая по оболе. Это вот первое живое существо на моем пути сегодня. Руки грязные, потому что только что упал. Повторюсь, еще не успел вытереть. Все, сейчас за углом будет вход в пещеру. Так, ну, здесь туман начинает уплотняться. И вот мы и пришли. Здесь, с северной стороны, даже в мае могут лежать снежники, притом такие большие снежники. И вот он, вход в пещеру. Последняя снега этого года. И, естественно, при большому сожалению, мы заходим в пещеру на сегодняшний день. Идяных осталагмитов здесь нету. Вот так капля за каплей капает. Но замерзать возможности нету, потому как уже температура весенняя. Все. Вот, повторюсь, мы находимся в храме. По одним источникам... Тут не на сколько-то осталось. Заменькая битая черепица. По одним источникам это храм 8 века. По другим, уже после завоевания тумками 13 век. Но, так или иначе, это была действующая церковь. Пещерный храм, аналогов которым на южном побережье есть. На южном берегу. Район Большой Ялты. Это единственная пещера, в которой находится... Находится такая вот, действительно, реликвия. Святое место. Рассказывать историю. Кому интересно, я думаю, найдут информацию. Не буду рассказывать, затягивать. Посмотрим эту пещеру. Посмотрим этот пещерный храм. У нас еще предстоит подняться на плато. Но на сегодня, вот, одно дело, паломническая цель. Это, естественно, я... Естественно, это дело паломника. Прийти в храм. Житель уже хотел показать. Ледяные салагмиты. Они уже, это... К сожалению, вот такая вот погода. Ну, к сожалению и к счастью, но... Сосулик красоты этой неземной. Мы их уже не увидим. Будем ждать следующего года. Да, когда-то здесь был пещерный жемчуг, ванночки. Сейчас покажу. Ну... Здесь довольно-таки небольшие озерца ванночки. Но... Они настолько своеобразны. Идеально чистая вода. Просто кристально чистая вода. Вот в этих ванночках и... Был когда-то пещерный жемчуг. Возможно, туда когда-то и был. Второй ход. Но все это со временем замыло, затекло, завалилось. Конечно, сегодня в пещере как никогда. Сыро, грязно, поскольку снег тает. Все это по... Кажется, вот этим вот полостям. Продвигается вниз, стекает. И в пещере, в частности, вот такая сегодня повышенная влажность. Везде все капает. Да, пещеры это такое место, особенно пещерные храмы, где вы можете побыть в идеальной тишине. А тишина это... Много слышал в жизни. Это и клятвы, обещания, комплименты, что угодно. Но лучшее, что я слышал в жизни, это тишина. В ней нет лжи. И в ней вы всегда сможете найти ответы на вопросы. Как сказать? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Если смотреть на выход, то в правом углу со входа в левом и находится алтарь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как там дела обстоят? В общем, время под землей, конечно, идет абсолютно иначе. Пробыл около двух часов в пещере, но по ощущениям, ну не знаю, ну полчаса максимум. Хотя, конечно, внутренне это сложно передать под землей, время тянется по-другому. Ну и плюс молитва. Вот такая вот сегодня у нас получилась паломническая, ну не вылазка, а выход с нагрузочкой. Фактически мы находимся под плато, немножко выше, ялтинская яйла. Такая погода, все затянуто туманом. Ну, мы шли к алтарю подземного храма, а не любоваться красотой сверху на спящую внизу весеннюю Ялту, поскольку погода такая, ну вот уже совсем не весенняя и в ближайшие дни обещают такое же. Так, ну это уже начинает говорить усталость, вернее, даже не усталость, а безмыслие. Вот, когда находимся долго в состоянии безмыслия, дальше мы движемся туда. Да, сейчас, конечно, будем как ежики в тумане, заволокло еще больше, пока я находился под землей. Ну, в принципе, в принципе, мы уже справились. Такая красота, целые поляны подснежников на высоте 1200 метров над уровнем моря. Прямо вся сна. Скала в подснежниках. Вот тут и туман усилился, и ветерок усиливается. Мы сейчас перебежками на флатона будем, наверное, выбираться отсюда, потому что спускаться еще. Ну, все, справились. Ну, по сути дела, можно уже и чаю попить, потому как время-то у нас остается только на дорогу назад. Вот там у нас над головой, на вершине этой скалы, и стоит поклонный крест. Походу, сегодня погода уже не поменяется в обратку. Вот еще одна красота из-под камней пробивается. Такая вот награда в конце пути. Вышло солнце. Но мы сейчас будем все равно нырять в тень, и у нас солнце появится не скоро еще при выходе. Вот появился хребет. Вот это вот темный хребет. Это и есть наш путь назад. А в Ялте весна. Там все солнечно и красиво. Там все солнце. Там все солнце. Там все солнце.